Ну а мы продолжаем беседу с самыми важными сотрудниками сети Магнит и сейчас в нашей студии Михаил Танцарев. Здравствуйте. Добрый день. Поговорим о красоте. С удовольствием. Да, давайте, наверное, все-таки о перспективах. Заглянем вперед, что нас ждет, точнее вас, ну а нас уже как наблюдателей, покупателей и потребителей. Если говорить про развитие формата Магнит Косметик, то мы считаем данный формат крайне важным для нашей сети и будем его активно всячески развивать. С точки зрения количества магазинов мы будем поддерживать примерно те же самые темпы открытия, что у нас были последние пару лет, ну и также параллельно будем фокусироваться на E-ком канале во всех его типах. То есть мы будем работать и с собственной доставкой, и с доставкой через наших партнеров, и с маркетплейсами, клик-н-коллект и, конечно же, через Dark Store. Насколько или, может быть, даже не так вопрос. Наверное, были ли сложности при внедрении вот этой новой, да, скажем так, технологии для Магнита, говоря об электронной коммерции, или все прошло гладко? Хороший вопрос. На самом деле, я не буду сказать, что мы сейчас прям очень далеко продвинулись в этом вопросе. То есть мы пилотируем многие технологии, конечно же, не без шероховатости, но мы идем вперед достаточно быстрыми шагами. Все-таки говоря, наверное, об ассортименте, как он меняется в зависимости от локации? Есть города одного размера, другого и так далее, да? Насколько разнится ассортиментный ряд? Кластеризация магазинов и их, скажем так, унификация является одним из наших приоритетов. На сегодняшний день у нас порядка 50% магазинов находится в кластере город, 30% магазинов находится в кластере мегаполис и 20% соответственно в кластере деревня. Данные магазины мы дифференцируем между собой через разные размеры категорий. То есть в мегаполисе мы делаем больший упор на уход и косметику, в деревне мы делаем больше уход на товары для дома и бытовую химию. Другой момент здесь, да, это унификация магазинов. То есть мы хотим, чтобы наши магазины стали более понятны для покупателей, для наших партнеров и для наших категорийных менеджеров. Для этого мы хотим поделить все магазины на, в каждом магазине внутри три мира. Мир для нее, мир для ее семьи и мир для ее дома. И в каждом мире у нас будет то, что мы называем solution center. Это такой набор категорий, который закрывает ту или иную потребность наших покупателей. На сегодняшний день у нас уже порядка 20% сети работает в целевом зонировании, да, в целевой картинке. Мы открываем все новые магазины в целевой картине и в течение следующих двух лет хотим перезонировать всю сеть, собственно говоря, чтобы завершить данный процесс. Говоря об эксклюзивных продуктах, все-таки как будет развиваться это направление, что в планах? Да, исторически мы пытались закрыть максимальное количество потребностей покупателей через известные федеральные бренды. Сейчас мы видим из наших исследований, что покупатели хотят, покупатели канала Дроггери хотят видеть больше эксклюзивных продуктов, марок, линеек в наших магазинах. Поэтому мы уже порядка, наверное, 12 месяцев последних фокусируемся на данном направлении и будем дальше делать эту работу. Мы говорим как о товарах собственной торговой марки, так и о товарах собственного импорта. Но также мы, конечно же, не исключаем возможность каких-то эксклюзивных линеек от наших партнеров. Соответственно, это действительно будет нашим фокусом. Другой фокус, как сделать наши магазины более привлекательными, это сезонный ассортимент в тех категориях, в которых, разумеется, это имеет смысл в тот или иной период времени. Ну вот мы сейчас по направлениям так с вами обсудили, а у меня вопрос более широкий, наверное, все-таки о новом концепте магазина «Магнит Косметик». Это наша гордость. Мы над этим проектом работали с конца прошлого года, с одним скандинавским агентством дизайнерским. Мы хотели создать магазин, который будет более женственный, более эмоциональный, более атмосферный, более современный. Нам удалось создать магазин, который состоит из двух частей. Первая половина магазина посвящена нашей покупательнице. Это мир для нее, где она может приобрести товары для самой себя в уютной атмосфере, похожей на атмосферу бьюти-студии. Другая часть магазина, вторая его половина, она предназначена для товаров и для ее семьи, а также для ее дома. Соответственно, мы называем ее рациональный супермаркет. Она более простая, более аскетичная, но при этом не менее эмоциональная. На сегодняшний день мы открыли три магазина в городе Краснодар, Краснодарском крае. Мы довольны результатами, они показывают рост на 20-25% больше, чем контрольная группа. Соответственно, мы хотим дальше расширять этот пилот и в ближайшее время откроем пять магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. И параллельно мы думаем над тем, как мы можем дальше масштабировать этот новый концепт на всю сеть. Вы назвали три очень крутых направления, как мыслит женщина для нее, для ее семьи. А были еще какие-то варианты, как можно это зонировать, как это еще можно назвать? Ну, на самом деле, это такая, ну, у нас не новая вещь, да, и мы всячески как бы с этим крутили это, да. Нам агентство советовало это сделать из двух миров, да, мир для нее и мир всего остального. Но мы все-таки решили оставить три мира, потому что, ну, то, что нам говорит покупатель, это действительно то, как она покупает в магазине. Мне кажется, что скоро может добавиться еще какой-нибудь новый мир. Я желаю вам идти в ногу со временем. Это может быть мир здоровья, на самом деле, да, и мы смотрим в этом направлении. То есть, действительно, вы правы, может появиться еще какой-нибудь мирок. Говоря о ценовых категориях, в какую сторону все-таки идет ориентир, да? На какие ценовые категории вы ориентируетесь в основном? На сегодняшний день мы представляем все ценовые сегменты, да, потому что мы хотим предоставить услугу для максимального количества потенциальных покупателей. Но в будущем мы будем фокусироваться больше на товарах средний плюс и высокого ценового сегмента. Мы хотим туда, как бы, двигать наш формат, двигать туда нашего покупателя. И на самом деле для нас важен не только, как бы, размер ценового сегмента, да, но и одинаковые доли ценовых сегментов между форматами наших магазинов. То есть нам важно, чтобы покупатель мог найти все ценовые сегменты, как в большом магазине, так и в маленьком. Поэтому будем стараться соблюдать правила, что доля ценового сегмента одинаковая между разными размерами магазина. Спасибо вам огромное, Михаил. Я желаю, чтобы все планы осуществлялись своевременно, рентабельно, масштабно. Спасибо огромное. Желаю вам удачи. Спасибо.